Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Я хочу поделиться с вами самыми захватывающими пророчествами, которые исполняются на Святой Земле, а точнее в Израиле. Я хочу поделиться с вами несколькими историями, которые связаны с сегодняшней темой. Много лет назад, в конце 20-го столетия, где-то в 85-м году, я впервые приехал в Израиль с пастором Флойдом Лохани. Он сказал мне, тебе стоит поехать сюда, на Святую Землю, в Иорданию. А я ответил ему, зачем мне рассматривать старые камни? Таким был мой ответ. Сегодня я здесь уже в 36-й раз. Вы даже не представляете, как поднимается ваше понимание Писания, когда вы видите все своими глазами, а не просто слышите об этом. Я помню своего друга Гидеона Шора, который был моим гидом с самого начала. Он хорошо знал Библию, Ветхий и Новый Заветы. И в том году мы побывали в двух местах, о которых я никогда не забуду. Мы побывали на Голландских высотах. Он показал мне стервятников и рассказал о том, что они размножаются и водятся в разных парках. И тут я понял, что в этой местности будет идти война Гога и Магога. А в книге «Изекиэля» говорится о том, что плотоядные птицы будут есть плоть людей после битвы. Тогда я подумал, ну вот это да. Это интересно, потому что там жили плотоядные птицы. Позже я узнал, что они также водятся в Сирии и Ливане. Дважды в году у них миграция. Десятки тысяч перелетают на сирийско-африканский рифт, в Сирию и Ливан. Это весьма интересно. Ведь когда пророк говорил о битве, то говорил и о птицах. Но потом мы оказались в Иерусалиме в Гефсиманском саду. Мой гид Гидеон спросил, «Ты веришь в Библию?» Я сказал, «Конечно». «Я служитель и верю в Библию». «А ты веришь в нее буквально?» Я сказал, «Конечно». «Тогда я расскажу тебе нечто интересное. Я хочу, чтобы ты посмотрел на Елеонскую гору. Там было место, на котором нет зданий. Я думал, что это странно, потому что это лучшее место для постройки». Много лет назад американская сеть отелей, которую я не буду называть, «Хотела построить большой отель на Елеонской горе». Когда они начали изыскание, то деверь моего гида, я не буду называть его, но он живет в Тель-Авиве, занимался поиском линий раскола при землетрясениях в Израиле. Хотите, верьте. Хотите, нет. Но вам стоит поверить, потому что у меня есть карта. Так вот, на Елеонской горе находится одна из самых больших линий раскола. Они не разрешили им строить из-за того, что боялись разрушения отеля во время землетрясения. А почему это важно? В книге Захарии пророк получил видение о возвращении Мессии. Он не называл его Иисусом, но Господом. Его ноги станут на гору Елеонскую, и гора разделится на две части, одна на восток, а другая на запад, создав долину. А затем сказано, и это важно, вода потечет из Иерусалима. Часть ее впадет в низшее море, а часть — высшее. В этом нет смысла, пока вы не возьмете карту и не побываете здесь. Иерусалим находится в том направлении, в горах, а мы ниже уровня моря на 1300 футов. А Иерусалим находится на высоте 2500 футов. Иерусалим находится наверху, а Мертвое море — это самая низкая точка на Земле. И вот в чем дело. Под Иерусалимом должна быть вода. Большие запасы воды. Во-вторых, огромный запас воды должен быть где-то здесь, потому что предсказание говорит, что Мертвое море однажды исцелится, и в нем будет рыба. Это кажется невозможным. Для этого необходимо много воды. И вот что мы сделали. Роберт Ван Демот взялся за изучение вопроса с водой в Иерусалиме. И ответ на этот вопрос — да. Под Иерусалимом находится огромный запас воды. Я помню, как встретился с раввином Ихудой Гетцем в 1990 году в его офисе возле западной стены. И мы с Робертом спросили его о пророчестве про воду из Иерусалима, которая исцелит моря. Кстати, Роберт Ван Демот сейчас с нами здесь. Так вот, он сказал, что в нескольких милях отсюда находится огромный подводный источник. Он сказал, что эта вода находится под Храмовой горой. Когда мы исследовали этот вопрос в 90-х, то пошли к одной арабской семье, которая жила на Иллионской горе, у которых были ключи от церкви. Мы не рассказывали им о пророчестве, нас просто интересовала на тот момент вода. Я надеюсь, ты помнишь об этом, да, Роб? Он тут рядом стоит. Я никогда не забуду, как мы вошли в церковь. И когда мы опустились по лестнице, то увидели большие римские кувшины. Мы прошли еще немного, и я увидел воду в резервуарах. Я спросил, это что, дождевая вода? А он ответил, нет. Мы выкачиваем эту воду из резервуаров, но она появляется за день снова. Он сказал, там под землей находится источник воды, о котором многие не знают. Много лет назад под Храмовой горой были проблемы, и люди боялись, что это был заговор, и что евреи подливали воду под мечеть, чтобы она обрушилась. Но это неправда. Тем не менее, там есть вода, и есть линия раскола. И тут дела становятся еще интереснее. На этом месте, между горами Иудеи, когда в Иерусалиме идет дождь, вода стекает сюда и затапливает это место. Мы были здесь, когда вода из Иерусалима стекает вдоль гор, и, оказывается, в этой местности. Я хочу, чтобы вы посмотрели со мною. Видите пещеру? Видите, что горы сероватого цвета? Так вот, это нечто. Вот почему вы должны быть предельно внимательны во время дождей. Здесь могут быть такие потоки, что они смоют даже автобус. Я не знаю, бывало ли здесь такое, но такое бывало в Иордании, это точно. Вчера шел дождь возле Йенгеди, курорта на Мертвом море. Люди стояли и смотрели, потому что знают, что бывают такие моменты. Вода просто прошла и обвалила дорогу. Раз и обвалила. Но местные власти знают, что такое может случиться. Они всегда готовы, и поэтому дорогу починили за два дня. Здесь тысячи туристов, и никто не пострадал. Но такова сила дождя из Иерусалима. И вот, что я хочу сказать и показать вам. Несколько лет назад Роберт прислал мне статью, которая связана с предсказаниями. И, кстати, на этом фото вы видели размывы, которые происходят здесь порою. Очень сильные. Так вот, по поводу статьи. В этой статье говорилось о том, что в этой местности под землей находится целое озеро с пресной водой. Часть его была здесь еще во времена сотворения, а часть накопилась от воды, которая стекала сюда. Здесь под землей так много воды, что при землетрясении вода может вырваться из-под земли, влиться в мертвое море и изменить его химический состав. Я имею в виду весь запас подземной воды. Тогда в мертвом море сможет водиться рыба. Я прав, Роберт? Я говорю о воде и рыбе вот почему. Я попрошу Роберта дать телефон. Раньше он просил дать Библию, а теперь попрошу телефон. Я прочитаю вам Исайю, 35-ю главу. Если вы пойдете в этом направлении, то выйдите на место, о котором я расскажу. Это слово, которое было дано 2600 лет тому назад. Я прочитаю вам его. Тут сказано, «Возвеселится пустыня и сухая земля». Это синодальный перевод. Хотя я люблю перевод короля Иакова, но ничего. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет свисти и радоваться. Будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей. Великолепие Кормилы и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет от мщения, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Это будет в тысячелетнем царстве, когда Иисус будет управлять землей. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источнике вод, в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша, и будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, нечистый не будет ходить по нему. Я могу читать и дальше, но хочу остановиться. Я как-то говорил о том, что пустыня расцветет, как роза. Когда Марк Твен приехал в Палестину, он назвал ее самым забытым местом, какое только видел. Он сказал, «Я не знаю, как можно называть это святой или благословенной землей. Здесь ужасно. Тут одна пустыня». Много лет назад американский спутник нашел нечто под землей в рифте Арава. В Исаии, 35 главе, в переводе короля Иакова сказано, что возвеселится пустыня, сухая земля, а пустыня расцветет, как роза. Пустыня — это слово Арава. Это конкретное место. Вы в рифте для обозначения пустыни используется семь слов, но здесь говорится о конкретном месте. Это рифт, на котором мы сейчас. Но здесь говорится о точке, которая находится на краю Мертвого моря, и он тянется на 120 миль к заливу Акаба. Это все Израиль. Расстояние между горами там составляет от 8 до 20 миль. Здесь у нас горы Иудеи, а там горы Маава и Едом. Здесь расстояние большое, но там оно уменьшается. Я хочу прочитать вам еще. Арава будет свисти как роза. Когда Израиль стал страной, то в том районе были лишь камни и песок. США сказали провести там изыскание, потому что там могла быть нефть. Ее там не было. Там была вода. Эта вода появилась там, когда Бог создал небо и землю. Говорят, что она появилась там в начале творения. Когда они пробурились на глубину полторы тысячи футов, вода начала бить фонтаном, и появился бассейн. Исаия говорит, что там будет озеро. Исаия также говорит, что там начнет расти камыш и тростник. Чарли покажет вам фото этого места. Там везде трава, камыши, тростник. Это парк Сафар. Они берут воду из-под земли, и там все цветет. Я пытаюсь показать вам, что все это исполнилось. То место расцвело, как роза. В той местности сейчас 54 фермы. У нас есть фото. Мы бы поехали туда, но это слишком далеко. Местные помидоры растут такими большими, что они получают на 30% больше урожая, чем в Америке. Коровы дают больше молока, чем коровы в Америке. Они собирают урожай два раза в год, потому что используют капельное орошение. Когда в Европе зима, то они закупают большую часть еды именно здесь. Вы готовы? Слава кормила, как говорит слово, как сказано в Исаии, дается ей. Компания, которая поставляет еду отсюда, называется Кармель. Они отправляют еду в Европу и США. Есть и другие моменты, которые также интересны. Я хочу, чтобы... Мы открыли с вами 47 главу Иезекииля. Сказано, что там будет большая дорога, и ничто нечистое не пройдет по ней. Открой мне, пожалуйста, это местописание. Они построили дорогу, которая идет от этого места до залива Акаба и Египта. Я хочу, чтобы вы поняли пророческую логику Исаии в 35 главе. В Тысячелетнем Царстве все народы, как сказано в Захарии, 14 главе, будут приходить в Иерусалим, чтобы поклоняться Господу. Для этого необходимы большие запасы воды и еды. Я надеюсь, вы согласны. И по всему этому пути будут продуктовые фермы. Они будут начинаться здесь и идти до самого Иерусалима. Вопрос не только в том, что мы видим сейчас, но и то, что будет в будущем. В книге Иезекииля описывается храм, который будет построен однажды. Это будет третий храм, который построит Мессия, когда он вернется в Иерусалим. 45-я, 46-я и 47-я главы рассказывает нам о комнатах и всем остальном. Один мужчина целых 15 лет исследовал этот вопрос. Это чудесный муж Божий. Он разрешил нам взять его рисунки и показать их в нашей школе. Вы можете устроить виртуальную экскурсию по всем залам. И это просто невероятно. Так вот, пророк говорит, «Я видел воду, которая вытекала из-под престола в храме». Ну, вы знаете историю. Сначала вода была по лодыжку, потом по колено, потом по пояс, и что в итоге? Она становится глубокой рекой, так что он не может идти. Это не метафора. Это вода, о которой мы говорили ранее. Она уже в Иерусалиме, и она разольется, когда расколется Елеонская гора. Она обязательно расколется. Затем он говорит еще нечто удивительное. И сказал мне, «Видел сын человеческий и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. И сказал мне, «Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину Араву», как сказано в этом переводе. Это хороший перевод. Я беру свои слова назад. Это то, о чем мы говорили. У одних стоит равнина, или пустыня, а здесь стоит Арава. И выйдет в море, и воды его сделаются здоровыми. Это говорится о Мертвом море. Оно еще не стало здоровым. Здесь нет рыбы. Хочу рассказать интересную историю. Когда я был в Иордании много лет назад, у одного из моих гидов была футболка с надписью «Клуб рыбаков Мертвого моря». А на спине было написано «Несчастный рыбак». Возможно, это не самая лучшая шутка для учения. Сказано, что воды исцелятся, и будет много рыбы. И будут стоять подли него рыболовы от Йен-Гедди. В Йен-Гедди, в этом направлении, там есть водопад и большие источники воды. Рыба будет в своем виде, и как в Большом море, рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. Давайте разберемся с этим, потому что у меня осталось две с половиной минуты. В этом слове «Мертвое море» должно разделиться на два. Это возможно лишь в том случае, если часть его высохнет. Если пойти на юг, то мы попадем в место, где «Мертвое море» высохло. Там есть канал. Одна часть похожа на обычную воду, но там нет рыбы. Южная часть наполнена солью. Сказано, что она будет оставлена для соли. Там вот такой толщины соль. Мы видим два моря в исполнении пророчества. Подземная вода придет сюда после землетрясения и исцелит это море. В Энгэде уже есть источники пресной воды. А это означает, что у нас есть рыбаки, которые будут ловить рыбу. Ну а теперь настал черед самой удивительной части. Это открыли в США, и мы постоянно об этом говорим. Люди даже пишут книги об этом. Я проповедовал об этом, но никто не воздал мне должное за это. Десять лет спустя кто-то написал об этом книгу и стал известным. Это очень смешно, но ничего. Кто-то должен был сделать это. Дело в том, что здесь открываются бассейны с водой. Вы видите часть таких бассейнов. Птицы прилетают и делают там свои гнезда. Они приносят икру, и теперь там появляется рыба. Все потому, что эта вода не из Мертвого моря, а из подземных источников. Я хочу показать вам, что благодаря линии раскола и воде в Иерусалиме, а также воде, которая находится под землей в этой местности, и тому факту, что Мертвое море разделится на две части, и мы видим множество рыбных озер в этой стороне, я хочу заявить, что Господь Бог Всемогущий готовит эту землю к своему правлению. Разве это не удивительно, скажите? Это правда. Ну, а закончить я хочу на одном интересном факте. За время всех своих поездок, 38 или больше, я не помню, я не видел столько людей со всех уголков мира. Бог сказал через пророков, что народы мира будут приходить в Иерусалим, чтобы поклониться Господу. Вы сами это видели. Мы были на Елеонской горе, а рядом была группа испаноговорящих, которые пели и танцевали. Я очень рад, что это происходит прямо сейчас на наших глазах. Так что, дамы и господа, Господь готовит эту землю. Нас ожидает короткое время, проблем, которая называется скорбью, явлением человека греха. Когда это время закончится, как говорит Библия, Израиль спасется, а Миссия вернется в Иерусалим, чтобы управлять землей. Я приезжаю сюда каждый год, чтобы присмотреть себе место, где я буду жить в Тысячелетнем Царстве. Надеюсь, вам понравилось учение и фото, которые мы показывали вам. У меня есть предложение, которое благословит вас. Оставайтесь с нами, я хочу рассказать вам о нем. Пусть Бог благословит вас. Всем привет из моего офиса Международной библейской школы. Я хочу представить вам свои авторские комментарии к Ветхому Завету. Я готовил их на протяжении 10 лет, и вот я держу их в руках, и они уже в продаже. Вы можете уже сейчас их купить. Позвольте поделиться. Это результат 170 тысяч часов моего собственного изучения Писания. Здесь собраны мои заметки за 45 лет. В этой Библии она напечатана в той же цветовой гамме, как и наш Новый Завет, черные чернила на зеленоватом фоне. Комментарии написаны снизу. Комментарии ко всему Ветхому Завету, ко всем 39 книгам. Также есть памятки и более подробные толкования в конце. Например, в разборе книги «Бытие» есть статьи «Иерусалим как центр Эдемского сада». Что насчет таких загадочных существ, как ангелы, исполины и злые духи? Все это есть в этой Библии. А кем был Мелхиседек? Когда мы написали комментарии к книге Иова, люди оставляли отзывы, что это одно из самых уникальных, подробных и интересных учений, которые они когда-либо встречали. Конечно же, мы воздаем славу Богу за это, что я предлагаю сейчас вам сделать. Так это заказать эту Библию, потому что наш тираж всего 39 тысяч штук. А это означает, что только первые 39 тысяч зрителей «Маннафест» успеют приобрести эту уникальную книгу. Еще раз, это 500 тысяч слов-комментариев к Библии в переводе короля Иакова, напечатанные на качественной бумаге лучшими чернилами с красивой прошитой обложкой. Мы назвали эту книгу «Учение древнееврейских пророчеств Библии» поэристоуна, потому что центральным является разбор пророчества, а также вы найдете памятки с переводами древнееврейских слов. Номер заказа вы видите на экране. Стоимость книги от 150 долларов. Поверьте, это совсем немного для такой ценной книги и многолетнего опыта, изложенного на ее странице. Вы останетесь довольны. Вы можете заказать книгу тремя способами. Не упустите свой шанс приобрести эту книгу. Когда я готовил этот комментарий к Ветхому Завету, то он дорого обошел сослужению. Мне пришлось уменьшить число экземпляров вдвое в сравнении с Новым Заветом. И они расходятся, как горячие пирожки. Я не хочу, чтобы вы опоздали и не получили свой экземпляр. Этот комментарий изменит вашу жизнь. Это библейская школа в одной книге. Все мои исследования Ветхого Завета собраны в этой Библии. Спасибо за ваши отзывы, они прекрасны. Мы семь лет готовили его, и он готов. Оставайтесь с нами. Я буду в церкви Место Исцеления в Луизиане на трех служениях в воскресенье 1 сентября. Только один день. Мы будем в церкви Редланд в Эдвенсе, Северная Каролина. Я никогда не бывал там. Мы будем там с пятницы по воскресенье. Затем мы будем в церкви Комьюнити Фэмили. Там будет одно служение в понедельник. Я хочу, чтобы в этой церкви собралось множество народа. Мы также возвращаемся в Храм Христа 14 и 15 сентября в Хантингтоне, Западной Вирджинии. Мы приняли это решение в последнюю минуту. Кроме того, мы хотим рассказать вам о свежих новостях, связанных с откровением от Господа, когда Он сказал нам идти на Запад. Мы побывали на Аляске, Рино, Неваде, Юте. Я проповедую уже 40 лет, 44 года, если учитывать мое первое послание, но никогда не ощущал такого голода со стороны в Юте. Две с половиной тысячи человек зарегистрировались и пришли туда. Это редкость. Вы увидите фото, что сотни людей наполнились духом, многие исцелились, вернулись к Господу или впервые приняли Христа. Я хочу обратиться к тем, кто живет на Среднем Западе Соединенных Штатов Америки. Господь начинает обращаться к служителям, которые служили лишь на восточном побережье, чтобы они приезжали к вам. Если на то будет воля Божия, то в следующем году мы поедем в Монтану и Айдахо. Мы поедем к индейцам на Вахо в Мексике, чтобы послужить и им. И мне нужна ваша помощь. Молитесь за западную часть США, чтобы там началось пробуждение. Я не имею в виду какое-то сезонное событие. Я говорю о том, чтобы люди остались пробужденными, следовали за Духом Святым. Я очень хочу, чтобы жители Запада Соединенных Штатов Америки знали, что Бог обратил наше сердце и дух к Западу. Я очень люблю Восток, очень люблю Юг, люблю Север и люблю Запад. Я служил здесь много лет, но Господь зовет меня теперь снова на Запад Соединенных Штатов Америки. Бог дал мне откровение. Почему? Но я не буду рассказывать подробности. Продолжайте молиться за служение голос евангелизации. Присоединяйтесь к нам по вторникам на служении в Центре Омега. В четверг у нас молитва. Я расскажу вам об этом позже. Увидимся на следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин